Соревнования по робо-регби в Каннске проходят впервые. Вообще это направление в робототехнике сравнительно молодое и пришло к нам из Красноярска. Задача довольно интересна. Нужно не просто передвинуть кубик с одного места на другое, а сделать это при упорной борьбе. Поклонников у робо-регби в кругах робототехников много. Оно и понятно. Зрелищно, эмоционально и необычно. Кстати, в Краевом центре это направление по популярности уже догоняет традиционные соревнования по робототехнике. Мы похватили эстафету, так как нам проще проводить здесь, у нас эти же соревнования, нежели вывозить команды туда, в Красноярск. Зарегистрировалось 24 команды, это порядка 70 участников сегодня здесь присутствуют. Правила простые. На одном специально размеченном поле борются две команды, в каждой из которых по два робота. Задача команд – завести кубик за линию ворот соперника. Интересно. Они впервые, уже второй раз участвуем. Первый раз на районных победили. Сейчас тоже приехали за победой. Что самое главное в этом спорте? Тактика и точность вождения. И робот, конечно. В чем ваша тактика? Один держит, другой обруливает всех. Примечательно, что ограничения по конструкции робота нет. Он может быть очень большим и медленным, или маленьким и быстрым. Оптимальный для себя вариант команды определяют самостоятельно. С точки зрения построения роботов, включает именно построение. Проектирование, конструирование. А с точки зрения управления, оно является радиоуправляемой моделью. То есть получается какой-то синтез. Кстати, большинством роботов участники управляют при помощи мобильного телефона. По словам юных конструкторов, этот процесс выглядит сложным только на первый взгляд. Это очень просто. Здесь всего лишь надо включить блютус, установить специальное приложение и включить блютус и подключиться к роботу. Можно вперед-назад, но он еще может петь. А также здесь можно сделать программку. Это лишь первый открытый чемпионат края, прошедший на восточной территории. Организаторы уверены, при нужной финансовой и административной поддержке эти соревнования вполне могут стать регулярными и более массовыми. Леонид Юрков, Александр Шумилин. Новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова